И всем привет, ребят! С вами Сорвайк и все записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим долгожданным анонсам. Сегодня у нас четверг, 4.20 на часах, а это значит, что сегодня уже есть новые замечательные анонсы. По крайней мере, вчера у нас появились интересные новости, связанные с именно ивентом. Ну а сегодня подготовили нам разработчики новую информацию и обновления. Если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунте установите ему личный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Начнем мы все это дело с обновленных миссий, обсудим их уже завтра. Появляются новые обновленные миссии, что ежедневные, что еженедельные. Стандартный список будет теперь выглядеть следующим образом. И в сумме можно, по сути, заформить все те же самые контейнеры, но есть возможность еще и заформить дополнительный один контейнер, который называется супермиссия Encore. Эта миссия, которая будет даваться после того, как вы выполните как раз-таки обычные ежедневные миссии, у вас появится вот эта вот замечательная миссия, как дополнение. Что касаемо еженедельных, то здесь в дополнение будет один ультраконтейнер, ну и дефолтные еженедельные миссии в себя будут включать тоже ультраконт. И это, конечно, очень и очень неплохо. Также из недельных контейнеров, ой, из недельных контейнеров, из, из, из недельных, а нет, есть, все нормально. Еженедельные все есть. Все хорошо, все четко. Есть дополнительная компенсация. Компенсация. Компенсация выглядит следующим образом. Она будет даваться только в том случае, если после обновления все существующие миссии будут сброшены, а что не потерять потенциальные награды, которые вы могли оттуда получить, мы добавляем дополнительные миссии в рамках компенсации. То есть, если вы не выполняете, получается, заданки, да, не выполняете их полностью, у вас появляется вот такая вот замечательная компенсация, которую вы можете залутать. Здесь получается у нас 9 обычных контейнеров и 3 недельных контейнера, плюс дополнительные звезды. В принципе, ну, наверное, неплохо, что есть возможность компенсации, если вы как раз таки не успели выполнить заданки. Ну и список обновлений. Здесь более подробно обо всем написано. Вот так же написано, что в ультраконтейнере добавлено новое устройство для эзиды на магничивающие нано-боты. Это устройство отключает расходники противников критическим уроном. Ежедневные и недельные переделаны на новый формат. Игрокам больше не удаются по 3 миссии. Ежедневные миссии больше нельзя сменить за кристаллы. Все существующие ежедневные и ежедневные миссии будут удалены при обновлении игры. Без разницы, были они выполнены или нет. Оооо. То есть, мои недельные просто сгорят. И появятся новые. Ооо, так это можно зафармить больше звезд сегодня получается. Можно двойной фарм устроить. Выполнить недельные сейчас. Зафармить оттуда баблицо. И дополнительно еще получить завтра. Очень неплохо. Обновлен рубрикатор ежедневных миссий. Теперь он выглядит следующим образом. Стандартный ежедневный набор миссий выглядит вот таким образом. Ну и в принципе, для того, чтобы их все выполнить, надо сыграть 3 боя. Целых 3 боя на сыграть. Заработать 14 звезд. Заработать очки репутации в битве 700. Заработать опыта 1000. Заработать кристаллы 500. Заработать звезды 12. Активировать 100 единиц припасов. Использовать 6 овердрайверов. Завершить как раз таки 3 боя. Оказаться в команде победителей. И покупка в магазине. Дополнительный ежедневный набор выглядит следующим образом. Супер миссия. Выполни все миссии. Так. Уничтожь вражеские танки. Пятнашка. Два критом. Войти в тройку еще разочек. Активировать по 50 припасов. И открыть контейнер. Вообще. Найс. И еще дополнительный кончик. Туда на контакте. Только вот единственное. Что вам придется открывать пятнашку контейнеров. Чтобы заформить дополнительный кончик. Ежедневные миссии теперь сбрасываются каждый день. Без разницы были они выполнены полностью или не полностью. Ого. Для получения привычного набора. Призов 3 контейнера 9 звезд. Достаточно выполнить стандартный набор ежедневных заданий. Обновлен рубрикатор недельных миссий. Он теперь в себя включает. Ууу. Такие легкие заданки. А. Надо еще выполнить ежедневных миссий 30 штук. Оказаться в команде победителей 4 раза. И по 300 единиц в каждом режиме набрать. Но это изи. Это изи. Так. Ну и дополнительный имеет. Активировать ядерную энергию. 3 штуки. О. Свою ядерку надо жать. Ммм. Доставить флаги мечи. Захватить контроль точки. Уничтожить джагера. Завершить 9 боев. Оказаться в команде победителей. То есть. Чтобы заформить дополнительный ультра конт. Надо прожать 3 своих ядерки. Ну наверное равноценно. А. Нет. Это дополнительный набор. А это еще секретный есть дополнительный набор. То есть. Это просто. Чтоб недельные миссии выполнить. Надо ядерки прожимать теперь. О. Ну это как-то жирно. Если честно. А если у меня например нет ядерок. Откуда я их должен взять. Так. Секретный набор. Включает в себя что. Заработать полторушку. Заработать кристаллов. Трешка. Тысяча. Заработать 15 звезд. Активировать расходников 400 штук. Недельные теперь сбрасываются так же. Для получения привычного набора призов. 9 контейнеров. 27 звезд. Недостаточно выполнить стандартный набор недельных заданий. Прогресс по ежедневным и недельным. Теперь отображается на экране результатов боя. Обновлено ограничение заработок кристаллов. В пробитвах. О. Теперь фармить можно в пробитвах. По жесткому фармить можно. Лимит нормально. По кристаллам увеличился с 21 тысячи до 105. Оу. Акцентик-то теперь залетает в прошечки. Вкусный. Элемент О. О. С премкой так вообще. С премкой можно полмиллиона фармить в сутки. Оу. Это вкусненько. И опыта 150 тысяч. Обновленные тексты про битв. Вопросительные знаки теперь скрываются. Дроны и защитные модули. Неполученные устройства теперь тоже скрываются вопросительным знаком. Описание корпусов теперь содержит видеоработы и ховердрайвов. Исправлено описание устройства гиперскоростные снаряды. Отсутствие повышенного урона залпового выстрела не бака, а фича. Исправлен бак, из-за которого дрон ловкач не вызывал зависимую перезарядку расходников. Опачки, отсутствие перезарядки расходников повышения не фича, а бак. Ага, значит оказывается ловкач по-багованному был сделан. Я думал это единственный дрон, который сразу может два припаса активировать. Исправлен бак, из-за которого не работала экипировка устройств и скинов по двойному клейку. Вот это кстати бак, который меня очень сильно бесил. Бак, из-за которого описание всех пушек устройств отображало только половину текста. Исправлен бак, из-за которого невозможно было улучшить корпус Mammoth. Исправлен доработанный интерфейс мобильного HTML. В целом, ну наверное очень много всякой интересной информации. Что касаемо заданок, то я уже в принципе по этому поводу проходился. Ну и могу сказать, что хоть это все стало и сложнее, но если у тебя есть теперь возможность заформить дополнительные призы, то почему бы и нет? Почему бы и нет? Посмотрим, как это все дело будет выглядеть завтра. Надеюсь на то, что получится у меня, например, там быстро это все выполнить. Может даже какой-нибудь видос запишу с информацией о том, насколько больше, например, или меньше времени мне понадобилось, чтобы выполнить эти все миссионки. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и пишите все свои мысли в комментариях. Будет интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.